Знаете, какое у меня настроение? Такое же, наверное, как у 90% россиян. Разбить морду должникам, отправить по адресату банки, грубо наехать на коммунальные службы, потому что батареи как-то плохо греют. И в итоге что? Нервный срыв? Ну, пожалуй, да, если бы не было у меня возможности спокойно контролировать свое состояние. Если у вас это делать не получается, и нет друзей, и нет подруг, и вы себе совершенно ненадежный друг, все-таки обращайтесь к специалистам. Подлечат, нервы успокоят, и вы не сорветесь ни в алкогольный штопор, и не полезете на рожон. Кто может вам грамотно сделать хорошее настроение? Вот здесь специалисты Медицинского центра настроения. Что располагается в двух стратегически важных и доступных местах. Строителей 26 и Карла Маркса 115 дробь 2. Самое главное, что нас плючит и колбасит вещи от нас совершенно независимые. И вот с этим надо учиться жить. Дорогу в такой ситуации найти достаточно сложно. И это дело естественно каждого. Но дозу спокойствия получаешь сразу, только переступив порог центра настроения. Сразу куда-то уходит агрессия, чувство нервозности. Здесь жить и дышать начинаешь по-другому. Ну а когда мозг успокоен, можно не спеша разобраться в себе. Да, ведь много чего на человека в современном мире. В том числе у нас в России или в другой-другой какой-то стране. Очень много. Напряжение большое, ритм жизни громадный. Все это приводит к тому, чтобы... Ну, знаете, расхожий термин есть. Синдром эмоционального выгорания. То есть хронической усталости, еще говорят. Это невроз, это невротическое состояние. Конечно, это состояние очень хорошее для людей. Оно проявляется тем, что возникает раздражительность в первую очередь. Возникает нарушение сна, снижается работоспособность. И внимание рассеянным становится. И человек чем, действительно, чем расслабляется? Ну, большинство это расслабляется, к сожалению, алкоголем. Не умеет отдыхать по-другому. И расслабление алкоголем приводит к тому, что еще больше истощается центральная нервная система. Так называемый нейроаминный обмен. И еще хуже к человеку становится. И он, помимо того, что становится близким к алкогольному больному, то есть хронический алкоголизм формируется у него, но плюс к тому же развивается невротическое состояние. И он становится завсегдатаем нашего профиля для кабинета, к сожалению. Как человек успокоит? Как ему вдохнуть надежду в жизни? Как показать ему тот путь, чтобы он не находился в состоянии от зарплаты до кредитного инспектора и еще дальше, и не в состоянии зависти, когда видит, что у кого-то что-то лучше получается. Зачем это надо? Мы живем одной жизнью. Мы живем одной жизнью. Мы живем в одном социуме. Да, кому-то, как говорят, повезло, кто-то был рядом с кормушкой и так далее. Конечно, как помочь человеку? В первую очередь надо вокруг себя создать обстановку терпимости, спокойствия. Это самое, наверное, главное. А что даст спокойную жизнь человеку? Это его семья, его близкие, те люди, которые понимают его, те люди, которые не только понимают, но и помогают ему. Расслабляться в том числе помогают. Человек – существо весьма оригинальное. Человек может своими мыслями загнать мотор, то есть сердце, в бешеный ритм. Человек может контролировать боль, снижать ее и усиливать. На человека, как на часть общества, воздействует многократно усиленная средствами массовой информации озабоченность не его проблемами. Нервозность и паника общества. Мы сегодня живем под прессом далеко не качественной электронной информации, коей ранее на протяжении тысячелетий человек никогда не знал, да и знать не желал. Но прогресс дает нам возможность использовать электричество и в лечебных целях. Да, конечно, вот у нас крайне высокими частотами мы лечим, так называемое транспланиальное электростимулирование методика. Восстанавливается альфа-ритом нервных клеток, и человек успокаивается. Раз человек успокаивается, у него проходят психосоматические проявления, как то гипертоническая болезнь, то есть повышенное артериальное давление, партиально-кстатиасно-хожные проявления. Не только нейродерматит, но и в том числе и псориаз. То есть все зависит от центральной нервной системы. Если она спокойна, если процессы возбуждения и торможения регулированы правильно, то человеку комфортно и хорошо в этом обществе, в этой жизни. Он и спит спокойно, и думает хорошо, грамотно, рассудительно, работает с удовольствием. И развлекается Алексей, естественно, с удовольствием, то есть находит в себе правильное развлечение. Так то лыжи, те же самые горнолыжные, спорт, те же самые беговые лыжи, велотренажеры и так далее, другой какой-то вид тренажеров. Ну и, конечно, туризм – это тоже один из видов расслабления для человека. Если туризм не является средством, как вот вы говорите, что отдыхать невозможно, если я не выпью. Многие, кстати, так говорят. Ну, вы знаете, отдых с выпивкой – это нонсенс для человека. Это дополнительное воздействие, перевозбуждение центральной нервной системы. Не только зрительные, слуховые, тактильные, но еще и внутренние, так называемые висцеральные, которые приводят алкоголь. И вот это когда смесь приходит, головной мозг, вот эти импульсы, ну, человек просто-напросто дезадактируется в этом мире, в этом обществе. И приезжая с отдыха, приезжая откуда-то, вот если он в таком состоянии, конечно, это не работник, это не бизнесмен, это не муж, потому что и потенция страдает. То есть весь комплекс проблем, которых мы называем психосоматическими. И они, конечно, приходят куда к нам идут. Мы им стараемся помогать. У нас вот центр зарекомендовал в этом плане себя неплохо. И у нас есть методики, так называемые, биологическое стимулирование и биологическое восстановление. Вы знаете, ну, совершенно приходит сегодня вот один, через 10 дней выходит уже тот, которого любила жена, тот, которого знали на работе и так далее. Так что давайте учиться. Грамотно лечиться и спокойно отдыхать. Нам еще надо научиться ставить перед собой реальные задачи. Учиться терпению и понимать, что не все меряется золотом. И сиюминутным удовольствием. Сделать это, учитывая российскую ментальность, сложно. Но делать это надо. И научившись жить спокойно, облик россиянина вернется к своему историческому образу. Спокойного, рассудительного человека. С широкой душой и здоровым сердцем.